Привет! Это Rallis. Новая колонка от Urban Ears. Шведов. В ней классная автономность, хороший дизайн и, что немаловажно, есть вот такая ручка. К нам приехали предпродажные образцы в однотонных коробках и с одним кабелем питания в комплекте. В продаже будут красивые коробки и более расширенный комплект поставки. Для описания дизайна нужно включить моби. Urban Ears это именно та компания, которая может выпустить наушники или колонки и даже не запариваться со звучанием. А зачем, если внешний вид настолько крут, что покупатель лишь ради него и выбирает продукты этого производителя. Но у нас не та история. Звук здесь ок, но о нем чуть дальше, сейчас о дизайне. А он здесь невероятно стильный. Все дело в простоте форм и материалов, цветов и контуров. Но кто, как не шведы, способны создать красивую и при этом минималистичную колонку? Описывать элементы, стороны и боковины нет смысла. Просто посмотрите на эту красоту под красивую музыку. Начну с веса. Он здесь не маленький и составляет почти 3 килограмма. Если быть точным 2830 грамм. И дело не в том, что много, а дело в том, что когда видишь колонку, то думаешь, что она будет весить меньше. А взяв руки, ощущаешь весь вес материала и магнитных катушек внутри. Но несмотря на вес и квадратные формы, колонку удобно переносить за счет тканевой ручки. Все управление завязано на кнопках сверху и сбоку. Некоторые из них еще и прикольно озвучиваются. Ралис не боится дождя или нечаянных брызг. Откуда б они не были. Пускай она и беспроводная, но я бы предпочел такую колонку иметь дома. Уж сильно круто дополняет интерьер. Хотя, если вы будете ходить в окружении таких домов, то вполне ок. Помимо стандартного воспроизведения музыки, Урбан Ирс Ралис может быть объединена в одну систему с помощью приложения. Мультирум в работе. И точно так же, как и ваша колонка Сашана, она может заряжать смартфон. Только после заряда смартфон здесь не взорвется. Еще колонку можно использовать в качестве табуретки или мангала. Макс, ну запарил, давай по сценарию. Окей, окей. Как звучит музыка на Ралис? А вот смотря какие композиции, товарищи. Если Моби, Роксоп и Зенево Худ и Сирслай вызывают море эмоций, то Робзомби Бонжови Лимбискит уже не так впечатляют. Колонка очень любит высокодетализированную и мягкую музыку. Динамики внутри этой коробки расположены как-то по-очень хитроумному. И звук распространяется на 360 градусов. И уже нет разницы, как ставить колонку. Вот так или вот так. Давайте же спросим у господина с аудиофильскими наклонностями, как играет эта колонка. Не совсем широкий динамический диапазон с подъемом в области низких частот говорит нам о том, что звучание будет очень мягким, как котик. Но при этом прослеживаются просадки в области средних частот и не всегда хорошо детализированы высокие. Моя оценка звучанию составляет 4,187 из 5. Всем хорошего звука, господа. Ну, если так говорит сам доктор аудиофильских наук, то так и есть. Помимо беспроводного вещания по Bluetooth 5.0, можно слушать музыку по кабелю. Да-да, как в далеком 1984 году. Это один из тех параметров, которыми ну очень хвалились Урбан Ирс во время пресс-релиза. Целых 20 часов. Именно за столько вы можете проехать 2000 километров на машине, пробежать 5 марафонов или жениться на арабке. Заряжается эта штука гораздо быстрее, всего лишь за два часа. А это один полумарафон, который, кстати, недавно пробежал и где-то вот тут сейчас появится подсказка. Переходите, смотрите видос. Урбан Ирс. Не совсем Урбан и явно не Ирс. Но при всем при этом Ралис это классная колоночка с классным дизайном, хорошей автономностью, прикольным звуком и расширенной функциональностью. Что по поводу цены, спросите вы? Все, в принципе, нормально. Колонка такая будет стоить 200 евро. Спасибо за просмотр. Пальцы вверх. Понравились стендапы? Два пальца вверх. Чак Норрис, привет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok